Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена первоначальным настройкам, которые можно выполнить самостоятельно, если вы начинаете работать с ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наши телефоны, электронная почта, наши телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если бы какой-то причине вам оказалось неудобным, например, время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на сайте, адрес вы видите тоже на экране. Так что приглашаем вас к сотрудничеству. Будем рады оказать любую помощь при работе с программами семейства 1С. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена, так сказать, первым настройкам и начальные документы, начальные настройки, которые потребуются для работы с денежными средствами, с банками, ну то есть по программе казначейства. Мы с вами поговорим сегодня о настройке блока контроля денежных средств, то есть работа с заявками. Поговорим о том, что такое платежный календарь, для чего он должен использоваться и что можно с его помощью сделать. Ну, соответственно, поговорим про финансовые инструменты, про сервисы, то есть весь спектр первоначальных настроек. Как у нас будет построена сегодняшняя встреча? Мы будем с вами обсуждать какие-то, ну скажем так, нормативные документы и требования, и это мы будем смотреть по слайдам, а затем мы будем переключаться в демо-версию программы ERP. Сейчас вот я переключусь на нее, вот так вот, и мы будем смотреть, какие надо сделать настройки, чтобы вы могли комфортно и эффективно начать работать с этой программой. Я сейчас снова возвращаюсь к нашим слайдам. Ну, собственно, блок казначейства, это, пожалуй, центральный блок, во всяком случае для бухгалтеров, для финансовых работников, потому что она позволяет построить работу, именно организовать работу. И настройки в большей степени касаются именно организационных мероприятий для работы с денежными средствами. Сейчас я на слайдике, вы видите основные функции, которые позволяют регулировать казначейство. Ну, то есть это позволяет контролировать доходы, расходы денежных средств, использование подназначения, то есть отслеживать целевое назначение денежных средств. Ну, естественно, работать с банками по выгрузке из банков, получать, проводить в программе, отправлять платежи, работа с валютным контролем, естественно, контроль взаиморасчетов. И вот здесь у нас еще нужно сделать акцент на работе с кредитами и, естественно, с подотчетными лицами. Ну, начнем с того, что сейчас мы с вами переключимся в демобазу и посмотрим, как организована именно информация в этом блоке. Мы с вами переключились на демобазу. Хочу сделать акцент на том, какая у нас демобаза, на чем мы будем смотреть. То есть вот по этой пиктограммке мы можем посмотреть сведения о вашей программе. То есть вы видите сведения о платформе, которые у вас установлены и, собственно говоря, сведения о самой конфигурации. Обратите внимание, что сейчас мы работаем с версией 2.5. 2.4 снята с поддержки уже достаточно давно. И версия 2.5.11.96. Это не самая последняя версия, но одна из последних. И, соответственно, в ней достаточно много уже изменений, которые были приняты раньше. То есть новые формы отчетности, некоторые новые сервисы. То есть если у вас более старая версия, то может оказаться, что каких-то функций в ваших версиях еще нет, то потому, что они были разработаны позже. Ну, на самом деле сейчас уже есть 2.5.12 и так далее. Ну, это, так сказать, золотая середина. Так, мы отсюда, сейчас подвинем вот так вот, отключаемся. То есть мы посмотрели сведения о программе. А теперь с чего нам нужно начинать и работу с этим блоком. То есть начинаем мы с вами через НСИ и администрирование. То есть нормативно-справочная информация и администрирование. И в этом блоке у нас связано, так сказать, в одно целое, если можно так назвать, первоначальные настройки, то есть не общие настройки, которые касаются функционала программы и так далее, а общие настройки по блокам, по разделам. И уже после этого, после того, как мы посмотрим блок казначейства и взаиморасчеты, мы можем переключаться вот сюда. То есть это конкретный раздел казначейства. И уже здесь выполнять более тонкие, так сказать, настройки и посмотреть, что нам это даст. Блок казначейства и взаиморасчеты в разделе НСИ требует, чтобы вы сделали определенные, отметили определенные параметры, которые будет ваша программа использовать. Ну, первый – это введение нескольких банковских счетов. Поскольку у меня уже сделаны некоторые настройки и есть некоторые документы, то, как видите, у меня эти блоки не активны, потому что я уже проставила здесь чекбоксы, то есть вот эти красивые зеленые галочки. И у меня есть документы, которые введены с учетом этих настроек. Соответственно, вы должны для себя определить, будете вы работать с одним банковским счетом или с несколькими, и, соответственно, проставить вот здесь флажок. Ну, естественно, лучше сразу предусмотреть возможность работы с несколькими банками, потому что законодательно это сейчас разрешено. И вопрос – несколько касс. То есть не всегда предприятия, допустим, которые работают с банком, но работают с наличностью. Поэтому вот здесь вот предусмотрено по умолчанию введение одной главной кассы. Ну, естественно, если у вас есть обособленные подразделения или там территориально разнесены, то, естественно, вам стоит лучше предусмотреть возможность введения нескольких касс. То есть от того, что вы предусмотрели такую возможность, совершенно не обязательно, что вы будете ее использовать прямо сразу с начала работы в программе. Следующий банк – оплата платежными картами. То есть это, значит, работа через эквайринговую систему. Ну, чаще всего, если вы введете торговые предприятия, то у вас такая возможность должна быть. И договора кредитов и депозитов. То есть, соответственно, чаще всего у всех предприятий такие договора имеются. Поэтому мы проставляем вот сюда флажок. И сейчас мы посмотрим, где мы потом сможем увидеть то, что мы такую возможность себе предусмотрели. Международные реквизиты банковских счетов. Если вы работаете с валютными контрагентами, то, соответственно, у вас валютные реквизиты будут выражены в иностранных счетах. То есть это система ИБАН. Когда в номере валютного счета предусмотрена длина счета будет немножко другая. 34 знака, которые включают в себя и буквенные обозначения. То есть мы сразу ставим отметку, что мы предусматриваем себе такую возможность. Даже если у вас сейчас этого нет, а вдруг завтра что-то изменится. То есть потом возвращаться и вспоминать, а где же мы видели такую отметку, лучше поставить сразу. И, собственно, введение платежей в валюте и валютный контроль. То есть если вы работаете с иностранными поставщиками, то в 90% случаев вы должны работать и с валютным контролем. Поэтому мы тоже проставляем вот такой вот флажок. Здесь у нас с вами есть ссылка к работе с зарплатным блоком. То есть если вы предполагаете, что вы будете ввести заработную плату у этой конфигурации, то, соответственно, мы проставляем вот здесь вот флажок. То есть это работа с транзитными денежными счетами. Если у вас есть зарплатные проекты, то в этом случае сначала мы должны поставить будем отметку о том, что мы перечислили средства в банк и приложить реестр, кому сколько должна быть выплата. И уже потом, когда банк проводит этот платеж, тогда мы уже можем делать дальнейшие зачисления на счета сотрудников. Это мы с вами проставили то, что те настройки, которые касаются движения денежных средств. Планирование и контроль денежных средств. Но поскольку программа 1С ЕРП предназначена, в общем-то, для крупных предприятий, и, соответственно, стоимость ее достаточно высокая, то обычно возникает вопрос, как контролировать денежные переводы. То есть и планировать денежные средства, чтобы не было кассовых разрывов, ну и, естественно, осуществлять контроль за выполнением и задвижением денежными средствами. Поэтому вот этот блок мы сейчас немножко поподробнее разберем, а этот я пока закрою, чтобы у нас не было, ну, чтобы место было посвободнее. Значит, программа ЕРП настроена таким образом, что есть возможность работать через заявки на расходование денежных средств. И, соответственно, если ваше предприятие планирует их использовать, то вот здесь нужно поставить отметочку, то есть поставить чекбокс. То есть заявки на расходование денежных средств предполагают, что вы можете использовать заявки, а можете и не использовать. То есть возможность работы с заявками привязана к конкретному банковскому счету. Например, на одном банковском счете у вас могут функционировать системы заявок, а на другом, например, если у вас редкие платежи или там только погашение кредитов, вы можете и не использовать заявки на расходование денежных средств. При этом можно учитывать или не учитывать лимиты. То есть использование лимитов у нас с вами может быть в нескольких вариантах. Ну, первое не используется, самое простое. И дальше по лимитам расхода денежных средств или по данным бюджетирования. То есть это предполагает, что у вас к началу работы с банковским блоком, то есть это блок казначейства, уже настроена или как минимум продумана система, как будет построено у вас бюджетирование и будет ли применяться система лимитов. Вы видите, здесь есть подсказочки. Естественно, это на случай первых шагов или если вы давно не пользовались данным разделом, а теперь у вас возникла такая необходимость, чтобы напомнить вам, что же это было. Система настройки заявок предполагает, сейчас мы с вами переключимся, так сказать, перескочим через несколько шагов и пойдем в раздел казначейства. То есть у нас выделен в отдельный блок именно заявки на расходование денежных средств и все, что связано с этими заявками для удобства. То есть предполагается, что у вас есть подразделение, инициатор, которому надо, например, заплатить за какой-то поставщикам или произвести какие-то другие выплаты, подотчет, деньги выдать. В этом случае в журнале заявки у вас отражаются конкретные заявки от конкретных подразделений, ну, допустим, указывается и хозяйственная операция, и эти заявки имеют различный статус. То есть после того, как начальник подразделения, ну, например, отдел снабжения, написал заявку, то у этой заявки устанавливается статус, что она согласована, например, с финансовым директором, с главным бухгалтером, ну, то есть со специалистом, который отвечает за то, что он эту заявку увидел, что ее вообще возможно осуществить, ну, и, соответственно, уже технические подробности, которые нужны для платежей. И после этого, то есть в момент создания заявка имеет статус несогласованно. После того, как ее посмотрел специалист финансовый или бухгалтер, он переводит ее в статус согласованно. И уже только после этого заявка принимает статус либо к оплате, соответственно, либо отклонена. Ну, предполагаем, что у нас все хорошо, мы заявку получили со статусом к оплате, только после этого с этой заявки начинает работать уже конкретно блок казначейства, и она попадает либо в платежный календарь, либо в выписку, которая готовится для банка, то есть по ней готовится платежное поручение и так далее. Сейчас мы снова вернемся в раздел «Инсы» и «Администрирование». Снова вернемся в блок «Казначейство» и «Взаиморасчеты». И, соответственно, посмотрим, мы выбрали, ну, например, по данным бюджетов или по документам лимитов, ну, выберем по данным бюджетирования. И отдельно мы можем настроить, если мы выбрали, допустим, по лимитам, то мы можем настроить вот по этой гиперссылочке настроить правила лимитирования. То есть фактически у нас блок для работы с казначейством в этот момент уже почти что готов к использованию, потому что с подотчетниками все флажки, которые настраиваются, мы можем активировать немного позже для того, чтобы работать с банками. Этого, в принципе, может быть достаточно. Ну, естественно, лучше, если уж вы пошли в начальные, в нормативно-справочные документы администрированные, лучше настроить весь блок сразу. Изменения здесь еще касаются и работы с подотчетниками. То есть обратите внимание, можно выбрать, что у нас статус авансовых отчетов будут в два этапа формироваться. То есть, во-первых, предполагается, что на практике бизнес-процесс будет выглядеть таким образом, как законодательство, скажем так, регулирует, что подотчетное лицо подготавливает авансовый отчет, прикладывает к нему оправдательные документы и сдает на утверждение руководителю, директору. То есть, соответственно, для утверждения. После утверждения руководитель подписывает авансовый отчет, и после этого бухгалтерия может принимать его в работу, то есть формировать по нему платежные поручения или наоборот взыскивать с человека перерасходованные деньги. Но это в идеальном мире, и в идеальном, так сказать, сложном ведении отчетов. К сожалению, очень часто бывает так, что подотчетное лицо, особенно это кто-то из руководителей, приносит кучу бумажек, кладет бухгалтер на стол, говорит, вот на, что хочешь, то и делай. То есть, соответственно, у нас для работы с авансовыми отчетами и с подотчетниками предусмотрено два варианта. То есть, первый, это двухступенчатое, так сказать, правильная последовательность, когда отчетное лицо самостоятельно готовит документы, потом сдает ее на проверку. Ну и, собственно говоря, не совсем правильно. Это когда бухгалтер уже разбирает готовые бумажки, и в этом случае утверждение подотчетных, расходование подотчетных средств происходит, ну, как бы, в один этап. То есть, когда появился авансовый отчет, мы его проводим сразу на, проводим в бухгалтерском учете. Ну, такая же система и с командировками. То есть, командировки могут оформляться в один этап, а могут в два. То есть, когда для того, чтобы направить работников в командировку, нужно сначала создать заявку на командировку, только после ее утверждения по ней делаются уже, соответственно, другие документы. Следующий блок, который нам нужно просмотреть для настроек, мы подотчетников свернем, это взаиморасчеты. Значит, вот здесь вот автоматически запускать фоновое задание расчета при взаиморасчетах документов. Ну, то есть, лучше это тоже сделать сразу, потому что в этом случае вы будете точно уверены, что вы ничего не пропустили, и у вас автоматически запускается фоновое задание, то есть, вы не будете терять отдельно дополнительное время на то, чтобы это провести. И работа с валютным контролем, то есть, переоценка валютных средств. Вот здесь у нас есть два момента, на которые надо обратить внимание. Ну, во-первых, согласно законодательству, переоценивать валютные средства вы имеете право либо на дату оплаты и на конец месяца, либо на каждый день месяца. Ну, в настоящее время большинство банков дает выписку, в которой переоценка указывается на дату операции и, соответственно, на конец месяца. Встречаются еще банки, которые выдают переоценку на каждый день. Но, во-первых, это трудоемко, а во-вторых, это и в бухгалтерском итоге, и в бухгалтерском учете создает достаточно большое количество операций, и, ну, это более трудоемко просто. поэтому я поставила вот переоценка валютных средств на дату оплаты и на конец месяца. Ну, соответственно, здесь дата оплаты не только дата оплаты, то есть, если у вас проходят какие-то операции, то это будет на дату операции. Но поскольку мы говорим про денежные средства, то здесь, естественно, будет иметь значение именно дата движения денежных средств по вашему валютному счету. Поэтому мы ставим на дату оплаты. Итак, мы прошлись по настройкам казначейства и взаиморасчета. То есть, мы посмотрели все настройки, которые мы должны задать здесь. Напомню, это, так сказать, грубые настройки, если можно так сказать. То есть, они регулируют общий порядок работы с денежными средствами и с казначейством. А вот дальше, после этого, мы с вами должны будем переходить в блок казначейства. Я не останавливаюсь специально на том, как построен интерфейс. То есть, если вы уже работали с другими блоками, то вы знаете, что то, что мы сейчас видим на экране, это называется интерфейс такси. когда у нас с левой стороны поле и здесь идет столбик перечисления подразделов. Вы, соответственно, можете переключаться между этими подразделами. Можно переходить и на, перейти и на старый интерфейс, когда сверху располагались вот эти пункты. Но, тем не менее, несмотря на то, что на первых порах это может казаться неудобно, к этому быстро привыкаешь, к всему хорошему. Итак, раздел казначейства у нас выглядит вот таким вот образом. То есть, отчеты вынесены в отдельный пункт, на самом деле, их достаточно много. Мы сейчас пока туда не будем заходить, потом немножечко заглянем, так сказать, одним глазком. Дальше у нас располагаются средства работы с денежными средствами. И жирным это у нас выделены отдельные рабочие места, то есть, заявки на расходование денежных средств, мы их уже смотрели, и платеж на календаре. И отдельно это у нас раздел банк, то есть, это то, что в других программах, ну, например, комплексной или старой УППшки, то, что у нас фактически работа с выписками банка, в нашем случае это рабочее место безналичные платежи. В этом случае мы попадаем с вами вот в такой интерфейс, и это практически работа с банками, с выписками банка. Ну, соответственно, если вдруг вам приходится работать в ручном режиме, то есть, ручную вводить какие-то движения, то поступление, как вы видите, здесь достаточно большой выбор, какие конкретно поступления, по каким пошли документам, по каким основаниям и так далее. И точно так же списание, то есть, позволяет выбрать достаточно большой спектр операций, и это если мы с вами работаем вручную. Если мы с вами работаем нормально, то есть, не в ручном варианте, то у нас в этом случае мы можем выбрать какой-то конкретный счет, и, соответственно, у нас есть режим выгрузка в банк и загрузка выписки из банка. В этом случае мы выбираем какой режим, то есть, если я хочу подготовить документы для банка, я, естественно, выбираю выгрузка платежей в банк. Ну, вы видите, что выбор у меня здесь достаточно большой, поскольку это я для наглядности формировала разные платежные поручения, работа с разными банками, работа по госконтрактам и так далее. Ну, вот мы с вами выбрали какой-то конкретный банк, и дальше уже по ней можно работать, у нас подтянутся на данную дату платежи, и мы сможем работать с ними дальше. Сейчас мы не будем останавливаться на самой выписке, мы с вами на ней остановимся чуть позже, после того, как посмотрим платежный календарь. А сейчас, значит, вот у нас безналичные платежи, это рабочее место специалиста по банковским операциям. что у нас в этом разделе важно посмотреть для настроек. То есть, во-первых, у нас настройки даются в разрезе, если это наличные денежные средства, то, соответственно, приходные либо расходные ордера, работа с эквайринговыми аппаратами, вот подотчетники, то, что мы с вами посмотрели, и вот отдельный блок финансовые инструменты, взаимозачеты и списания задолженности, я не трогаю особо, потому что, в принципе, блок известный всем по другим операциям, а вот финансовые инструменты здесь нужно сказать немножко более подробно. То есть, первый акцент на том, что договора с контрагентами, то есть, на поставку, на покупку, на аренду, ну, то есть, любые договора, это договора с контрагентами, а вот договора, которые у нас заключены с кредитными организациями, допустим, с какими-то депозитами и так далее, это другая группа договоров, то есть, это разные справочники, и, соответственно, вынесены они у нас в отдельный блок, который находится в подразделе казначейства. То есть, допустим, договора кредитов и депозитов имеют немножко другую структуру, ну, и, соответственно, это отдельный справочник договоров, вот это нужно, как бы, помнить, не смешивать их с договорами, которые касаются хозяйственной деятельности, не финансовой. И вот здесь обратите внимание, то есть, ну, когда мы заполняем с вами справочник договоров, у нас есть характер договора, и вот если сейчас я захожу с вами в какой-то уже созданный договор, то я не могу корректировать, как видите, у меня здесь нет возможности редактировать уже заполненные поля. Ну, если вдруг у меня такая необходимость появилась, ну, допустим, что-то я либо неправильно занесла, либо забыл занести вообще, то в этом случае для того, чтобы редактировать уже созданный документ, у меня есть кнопочка еще, и по кнопочке еще у меня есть разрешить редактирование эквизитов. То есть, соответственно, когда я нажимаю разрешить редактирование, то поля, которые у меня уже были записаны, как видите, получили возможность, так сказать, исправить ошибки или то, что у вас было не заполнено. То есть, соответственно, это либо характер договора можно изменить, кредит, депозит или заем. Обратите внимание, это разные типы договоров, разные характеры договоров и так далее. Ну, и плюс у них также, как у заявок на расходование денежных средств есть статус. В принципе, достаточно понятно, но тем не менее, если у вас будет установлен статус там не согласован, то по нему вы не сможете выполнять какие-то документы. То есть, статус у договора должен быть действующий. заполнение реквизитов вы можете делать по ходу создания документов. То есть, вы можете создавать новые документы по ходу заполнять. Вот, допустим, если у вас получилась ситуация, когда надо заполнить новый договор, то вы по ходу создания можете выбирать вот эти вот заполнения вот этих вот полей. И если вы где-то ошиблись, то, соответственно, это еще не приговор. То есть, вы можете воспользоваться вот этим сервисом. То есть, разрешить редактирование реквизита и зайти исправить ту информацию, которая оказалась ошибочной. В расчетах что нам важно? То есть, если мы выбираем валюту и ставим ее в рублях, то у нас все хорошо. Следующая галочка оплата в иностранной валюте у нас не активирована. Значит, в этом случае у нас будет расчет в рублях и все хорошо. То есть, мы работаем с рублевыми банками. Но, если мы здесь выбрали какую-то валюту, например, доллары, а здесь не поставили флажочек, не поставили отметку, что оплата в иностранной валюте, значит, для программы такой договор будет восприниматься как договор в УИЕ. И, соответственно, проводки и пересчеты программа будет делать в рублях по курсу, который будет на момент совершения каких-то операций. Если мы проставим, то есть, вот здесь у меня сейчас доллары, если я проставлю вот здесь отметочку оплата в иностранной валюте, то это у меня для программы договор будет валютный, то есть, соответственно, он должен сразу, мы должны проверить, попадает ли он под действие валютного контроля, ну и, соответственно, оплата и поставка будет в рублях и, соответственно, будет присчитываться по курсу на день совершения операции, если мы задали такую настройку. и следующий момент процентная ставка. Если вот здесь у меня флажка нету, то, соответственно, процентная ставка у меня будет влиять на то, как будет пересчитываться наша сумма. То есть, она будет пересчитываться в рубли, но с учетом или без учета дополнительных каких-то вот процентных ставок. Вообще, валютные договора требуют того, чтобы вы определили нужен или не нужен валютный контроль и в последующем в зависимости от этого у вас будут формироваться документы в настоящий момент. Собственно говоря, валютный контроль уже немного автоматизирован, потому что раньше документы типа справка о подтверждающих документах, справка о валютных операциях поскольку у каждого банка были свои формы первичных документов, то в 1С не было предусмотрено создание таких документов, их предполагалось, что вы делаете вручную, либо в банковской программе, либо вручную формируете и отправляете в банк. Сейчас такую возможность уже добавили, то есть, такая возможность уже есть, документы, например, справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, уже можно формировать и в 1С. И еще один момент, здесь мы можем задавать график платежей, то есть, если, например, это у нас заем какой-то долгосрочный, то мы можем внести заранее при создании документа, мы можем ввести график платежей и, соответственно, по нему будут формироваться уже и все движения, которые связаны с этим договором и напоминания и в платежный календарь будут попадать согласно этому графику расписания платежей и, соответственно, заполняется он не очень сложно, то есть, мы задаем шапочные, так сказать, показатели, то есть, все, что касается этого договора, после этого, вот на закладочке транша, мы можем проставить расписание, когда должны быть погашены или получены займы, то есть, например, если у меня обычная кредитная линия, я получила траншу, 2 миллиона займ, и дальше я задаю график погашения, то есть, график оплаты, ну и, соответственно, я задаю график начисления процентов, который у меня по этому договору установлен, и, в общем-то, сложностей здесь особых нету, ну и, естественно, у меня может быть возобновляемая кредитная линия, когда транши будут происходить с определенной периодичностью, то есть, разные виды, соответственно, я задаю все это на, вот в этом режиме, то есть, получение траншев, оплаты, ну и начисления, например, при каждом получении транша, при погашении транша и так далее. Считаем, что мы это посмотрели, все заполнили, и после этого у нас обеспечение, если требуется, то есть, если нам нужна банковская гарантия, то мы здесь можем добавить такой документ, банковская гарантия, и, соответственно, ввести его данные. Учетная информация, вот здесь, будьте, пожалуйста, особенно внимательны, потому что здесь указываются, то есть, вы, возможно, уже заполнили эти справочники, в этом случае только выбираете нужные реквизиты, возможно, еще нет, то есть, чаще всего бывает ситуация, когда проценты и комиссия банков начисляются на разные счета, то есть, соответственно, вот здесь мы должны эти счета указать. Дальше, статьи движения денежных средств, то есть, здесь, соответственно, вы должны заполнить статья, которая соответствует движению. Здесь тоже будьте внимательны, потому что бывает просто из-за невнимательности указывают не те данные. То есть, соответственно, если это у нас финансовые инструменты, то должны быть и разделения, то есть, куда мы переводим, перечисляем основной долг и куда мы перечисляем проценты за пользование заемными средствами. это у нас статьи движения денежных средств, не путайте их дополнительные банковские счета, то есть, здесь мы вносим конкретные цифры, то есть, номер банковского счета, а здесь мы проставляем статьи движения денежных средств. Ну и, соответственно, заполняем сведения про статьи доходов и если у нас есть финансовый учет, здесь вот самая важная отмяточка, это группа финансового учета, соответственно, мы вносим ГФУ, то есть, если это у меня, например, депозиты, депозит, например, выходного дня, то у меня будут одни проценты, если это у меня одни настройки, если это у меня, например, долгосрочные вложения, то будут другие выбираться группы настроек, то есть, группа настроек, это какие проводки у вас будут делаться по этому документу, по этому договору. Контролируемые сделки, вот здесь не путайте их с крупными сделками, потому что контролируемые сделки, это практически сделки, которые попадают под контроль из-за аффилированности, то есть, это либо когда учредитель один и тот же, либо когда это родственники, то есть, в случае, когда у вас взаимозависимость присутствует, вам нужно обязательно на это обратить внимание, то есть, в этом случае сделка может быть не крупной, но она будет контролируемая по аффилированности участников и, соответственно, в этом случае это может быть не крупная сделка, но допустим, с одними и теми же учредителями. В этом случае вам нужно будет готовить сразу комплект документов для того, чтобы доказать, что у вас сделка ни разу не контролируемая и, соответственно, пересчет цены сделки со стороны налоговой инспекции вам не грозит. Ну и, соответственно, если все-таки они контролируемые, то вы должны указать, здесь вот выбрать вариант, который подходит к вашей сделке, к вашей ситуации. В поле комментариев вы можете вносить дополнительную любую информацию, это просто как справка или как напоминание, то есть эти сведения нигде не печатаются, не попадают ни в какие отчеты, чисто напоминание. Так, это мы с вами, нет, нам не надо это изменить, это мы с вами поговорили про договоры кредитов и депозитов. Снова возвращаемся на раздел казначейства. обратите внимание, что здесь выделено в отдельное рабочее место информация по договору по лизингу, то есть договоры лизинга выделены в отдельный пункт и, соответственно, при заполнении таких договоров у нас, ну, на самом деле здесь указывается та же информация, что указывалось обычно, и расчеты по договору вот здесь вот указывается, был ли у вас обеспечительный платеж, ну, и, соответственно, графика оплаты и выкуп. Соответственно, вот сюда вносится вся информация, которая у вас есть в графике платежей по договору лизинга. вот здесь заполнение, в общем-то, несложное, то есть мы самое основное на ГФУ обращаем внимание, то есть что это именно лизинг, вот видите, я хочу справить существующий документ, значит, если мне надо что-то редактировать, я должна буду зайти и изменить через настройки через закладочку еще, то есть разрешить внести какие-то изменения, ну, и отражение в регламентированном учете, обратите внимание, то есть у нас идет 76-й счет, а в случае начисления резервов мы используем 63-й, ну, и НДС авансов, то есть это, в принципе, понятно. Закрываем, так, и договор мы закрываем. Так, так, так. Раздел казначейства. Что еще здесь важно знать? То есть, если мы с вами поговорили про договора лизинга, если у нас по лизингу возникают какие-то сложности, то есть что-то требует корректировки, это тоже выделено в отдельный пункт, и здесь по кнопочке создать, то есть у нас открывается общий журнал, и по кнопочке создать мы с вами можем корректировать дебиторку, безнадежную задолженность, и списание кредиторки, то есть это аналогично тому, что с обычными договорами контрагентов мы делаем по взаимозачетам, то есть вот, допустим, у нас есть меню продажи, вот, и здесь мы можем сверху производить изменения взаимозачетов, точно так же у нас можно работать и с казначейством, то есть вот этот пункт, это корректировка задолженности по финансовым инструментам, только в случае с обычными контрагентами у нас есть договора контрагентов, а здесь у нас соответственно корректировка задолженности по договорам кредитных инструментов, то есть для для блока, для раздела финансовые инструменты, Сейчас мы с вами снова переключимся на наш слайдик. И, собственно говоря, вот те слайдики, которые здесь есть, мы с вами уже пошли проверили, так сказать, в натуре потрогали их ручками. Я хочу остановиться, у меня выделены только вот такие как бы вехи пути, чтобы заострить ваше внимание. То есть при первоначальных настройках мы работаем с инсой и администрированием, блок казначейства и взаиморасчеты. Соответственно, блок казначейства, который у нас располагается вот тут, то есть уже не инсой и администрирование, а уже раздел конкретных казначейств. Следующий момент, что мы в казначействе настраиваем, это мы с вами настраиваем банковские безналичные платежи. У нас, соответственно, здесь идет настройка счетов, настройка именно указания расчетных счетов и работа с банковскими выписками. То есть, видите, не очень понятно такое, на первых порах, во всяком случае, не очень понятны заголовок безналичные платежи. На самом деле мы здесь понимаем, что у нас здесь банковские выписки, работа с банковскими выписками. И, собственно говоря, инкассация, если вы пользуетесь службой инкассации, либо банка, либо служба инкассации инкоохрана, ну, то есть, соответственно, вы создаете здесь еще документы. И следующий раздел, который нам в казначействе, мы еще его не смотрели, но, тем не менее, это статьи движения денежных средств. Это справочник, который мы должны заполнить, но мы можем заполнить их и по мере заполнения документа, который мы можем, ну, создаем в какой-то конкретной ситуации. Или зайти раньше и отдельно заполнить статьи движения денежных средств. Иногда это удобнее делать централизованно, то есть, мы перешли вот в этот справочник и заполнили статьи движения денежных средств заранее, чтобы ничего не упустить и ничего не переиначить. И вот мы с вами подошли к расчетным счетам. Я бы про них говорила, то есть, когда у нас идет банковский счет, то в российской системе банков мы задаем счет до 20 символов. То есть, мы в этом случае задаем для идентификации банка, мы задаем БИК банка, номер расчетного счета и номер курсчета. Обычно последние три цифры в номере курсчета и в номере БИК должны совпадать. СВИФТ указывается, конечно, но не критично. Критично должен быть указан город. Обычно это, особенно для расцветленной сети, типа наши сбербанковские счета, это критично указание города. А вот для иностранных счетов у них немножко другая, как мы уже говорили, другое построение, другая специфика. То есть, у нас указываются уже не 20 символов, а 34 символа. И, соответственно, в номере счета банка зашифрована его принадлежность к определенной стране. То есть, указывается кодировка города, ну и дальше уже указывается конкретный расчетный счет и так далее. Здесь уже более важны это наименование банка-корреспондента, то есть тоже SWIFT код, если он будет использоваться. Ну и, собственно говоря, номер и бан – это полностью уже все сведения о банке и о стране в нем зашиты. Еще один момент, вот какой. То есть, когда мы сводим, ну, допустим, выполняем какие-то валютные платежи, то у нас вот сведения о банке, как вы видите, реквизиты валютных платежей. То есть, вот на этом скрине вы видите, где указываются такие реквизиты. Еще немножечко справочной информации. Теперь, как мы работаем с заявками на расход денежных средств. Мы с вами говорили уже, что в этом случае мы используем документ «Заявка на расходование денежных средств». Сейчас мы с вами переключимся, посмотрим уже это в натуре, но перед этим я несколько слайдиков еще вам хочу показать, чтобы немножко сделать акцент на том, что важно для этого раздела, для работы с заявками. Ну, кроме того, что у нас есть общий журнал заявок, у нас с вами есть еще вот такая информация. То есть, как эти заявки должны попадать в платежный календарь. Это вот следующий наш слайдик. Значит, в платежный календарь у нас попадают заявки, которые уже получили определенный статус, мы говорили, то есть они должны быть согласованы, они должны иметь статус «К оплате». Вот тогда в этом случае они у нас попадают в платежный календарь. И, соответственно, вы видите связь с графиками, которые у нас есть, с договорами. То есть, это если договора кредитов, депозитов, где мы вводим графики получения и графики оплаты, то, соответственно, вот в этом случае у нас будет вот такая связь. И если заявки на расходование денежных средств, то часто бывает, что на момент создания заявки у нас еще не определено, с какого банка мы должны будем заплатить, например, этому поставщику или другому поставщику. То есть, вот здесь у нас возникает необходимость распределения заявок по определенным банкам. Если особенно у нас несколько банков у предприятия, то, соответственно, внутренняя логистика, если можно так назвать, денежных средств. Сейчас мы с вами снова переключимся на слайдики и посмотрим следующий, так сказать, блок. То есть, мы с вами проговорили по безналичной платежи, поговорили о том, что приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера – это отдельный блок, отдельные рабочие места, то есть для работы с наличными денежными средствами. А вот теперь мы с вами более подробно переходим к заявкам. На самом деле, заявка очень удобная вещь, потому что, вы видите, ну, во-первых, сейчас у меня в журнале совершенно конкретно стоит, что вот здесь я в лимиты вообще вписалась, а вот здесь это между моими юридическими лицами, то есть, соответственно, это у меня не входит в планы, не входит в лимиты, поэтому вот я вынуждена к этой заявочке проставить, вложу, что это сверх лимита. Ну, это частный случай, это, соответственно, не обязательно такая может быть картинка. Если я захожу, вот у меня есть заявочка на 1000 рублей, я написала, что это такое, расшифровка платежа, проверила, что у меня договор подтянут, объект подтянут. На самом деле, делается это достаточно просто, если у меня создана заявка на оплату, то есть, например, отдел снабжения заключил какой-то договор и по нему создал заявку на платеж. Значит, вот в этом случае у меня сюда при автоматическом создании заявки, она делается на основании договора, например, и сюда переносятся уже те данные, которые у меня были внесены в договор. Если что-то здесь не хватает, если, например, при создании договора с поставщиком, например, были не указаны какие-то данные, то вот здесь это сразу будет видно. То есть здесь будет недоставать каких-то заполненных строк. То есть в этом случае заявка выступает как лакмусовая бумажка на предмет добросовестности, например, тех же работников снабжения, которые должны внести все данные, которые требуются. И тогда для банковского работника все будет легко и просто. То есть у него подтянут договор, у него уже подтянут реквизиты платежа, и ему не надо поднимать договор для того, чтобы сверить туда или не туда выполняется платеж, то есть реквизиты банка, расчетного счета и так далее. Если, конечно, служба снабжения, например, ну, скажем так, не совсем добросовестно работала, заполнила, ну, например, только реквизиты основные, а не заполнила распределение там расчетных счетов и так далее, то работнику бухгалтерии придется лезть, поднимать документ, проверять платежные реквизиты. Ну, то есть, соответственно, дополнительно появится много непродуктивной для бухгалтера работы. И закладочка распределения по счетам. Вот закладочка распределения по счетам, это значит, с какого банка мы хотим заплатить данный платеж. Поскольку само первоначально у меня не заполнено вот это, мы оставим, чтобы сейчас вот это в таком же состоянии, чтобы было видно, как потом с этим в платежном календаре работать. Но теоретически мы можем сделать это и сразу, вручную. То есть я, например, вижу, что у меня это тысяча рублей есть на банковском счете, вот на счете Андромеды, и я могу с этого счета заплатить этих денег. В этом случае у меня заявка вот с уже заполненным, вот этим, заполненной закладочкой придет распределенная на конкретный банк. Если я этого не сделаю, то в противном случае у меня придет нераспределенная заявка. Поскольку обычно платежей бывает много, особенно у крупных организаций, то в банк они приходят без распределения. И распределение по банковским счетам мы уже делаем в рабочем месте платежный календарь. Снова возвращаемся на казначейство. Значит, соответственно, платежный календарь. Это тоже рабочее место. И платежный календарь, как вы видите, у нас, в общем-то, это очень интересный инструмент. Он на самом деле очень сильно помогает. И, ну, скажем так, во-первых, он систематизирует работу бухгалтерии по платежам. Во-вторых, позволяет контролировать, что все-таки выполнено, какие платежи выполнены, какие нет. Ну, и у него достаточно много еще дополнительных функций. Значит, сейчас я подвину, чтобы нам было лучше видно, не мешалось. Сам по себе платежный календарь у нас может иметь несколько видов представления. То есть, вот сейчас у меня выбраны заявки календарь. В этом случае вы видите, вот здесь у меня стоят заявки, которые к оплате. А вот здесь у меня стоят сведения по расчетным счетам. То есть, например, вот я могу открыть и посмотреть, какого числа у меня планируется здесь. Ну, то есть, вот видите, у меня тысячи рублей уже просрочены, а планировалось у меня на конкретную дату эта сумма. А другой вид может быть вот такой, когда у меня разбито на два горизонтальных окна, то есть не вертикальных, как мы смотрели. Здесь мы с вами видим конкретные, как в обычном агоназере, даты. И, собственно говоря, по этим датам я могу уже планировать какие-то, смотреть, что у меня планируется по дате поступления или выбытия с расчетного счета. И здесь уже, если мне надо, например, я вижу, что здесь у меня вообще минус, то есть платеж какой-то у меня должен уйти, и у меня денег на него не хватит. Значит, я могу вот, например, с какого-то другого счета перекинуть сюда недостающую сумму. То есть, во-первых, это передвижение между банковскими счетами. А во-вторых, естественно, это наглядный календарь, когда я вижу, что после выполнения каких-то платежей у меня получается минус, то я могу заблаговременно перевести денежные средства, сделать перекидку между счетами и избежать кассовых разрывов. И второй момент, то есть у меня внизу, раз, сейчас я закрою, чтобы так было более наглядно, то есть сюда у меня подпадают заявки со статусом к оплате. Если у меня таких заявок нету, то хорошо, я никому не плачу. Если такие заявки есть, я их просмотрела, да, они у меня все как бы согласованы, все подтверждены и так далее. То есть я ставлю к оплате, и в этом случае у меня подготавливается, что на эти заявки у меня формируются платежные поручения. И для того, чтобы уже платежные поручения у меня были сформированы для системы, я только нажимаю сформировать списание денежных средств. В этом случае у меня сформированные платежные поручения попадают в банк, в раздел, сейчас один момент, в раздел безналичные платежи. И, соответственно, у меня в этом случае выгрузка в банк, и я выбираю конкретный банк, уже выбрала, допустим, и у меня в этом случае попадают денежные средства в раздел выгрузка в банк на те, которые мне надо, соответственно, формируются те, которые мне надо отправить в конкретный банк. То есть дальше я перехожу в безналичные платежи и отправляю эти средства в банк. Снова возвращаемся мы в раздел «Казначейство», и вот он у нас, платежный календарь. Вот на каком формате платежного календаря мы остановились. Есть еще один вид, то есть это практически реестр. То есть это список заявок, которые у меня подлежат по срокам в оплату. Я могу уменьшить или увеличить срок, который я вешу. То есть это срок планирования. Это может быть меньше, это может быть больше. То есть здесь я уже могу настроить. Могу настроить только, например, мне нужны рублевые платежи. То есть я могу сюда вывести только рублевые. Могу, естественно, вывести смешанные, если мне надо в общем спланировать. Но тем не менее. Плюс здесь есть у нас вот такой вот возможность сформировать вот такой документ. Это реестр платежей. То есть в этом случае я могу по конкретной организации сформировать. Я могу, в общем, по всем собственным юридическим лицам. Ну и здесь вы видите, вот уже идет группировка по валютам. Сколько у меня на сегодня платежек по организации. То есть сегодня мне надо вот этим столько, этим столько, этим столько выдать. Ну то есть практически выбрать либо реестр платежей по организации, либо реестр платежей в целом по моему, ну будем считать, холдингу. И еще один момент. То есть когда у меня выбран вид, например, вот такой. Ну согласитесь, вот у меня достаточно большой список счетов, по которым я могу работать. То есть, естественно, тратить время на то, чтобы зайти в каждую, посмотреть, вернуться. Это трудо и скучно. Для работы со списком вот мы можем использовать, как в обычном Excel. То есть отменить группировку или свернуть все в итоговые показатели. При этом сам платежный календарь это тоже настраиваемые таблицы. А вот изменить настройку, что у нас включено в платежный календарь, мы опять можем через кнопочку «Еще», через кнопочку «Настройка». Вот, то есть в этом случае мы с вами видим, какие, ну что конкретно я хочу, чтобы отражалось в моем платежном календаре. То есть если я хочу видеть несогласованные заявки, которые, ну, по какой-то причине не прошли согласование, я могу проставить вот отдельный флажок. Ну, соответственно, чаще всего делают отметки, чтобы видеть все в платежном календаре. Ну и согласитесь, ну и группировать по валютам, это, к сожалению, бывает не всегда удобно. А если у вас выведена валюта управленческого учета, ну, например, отличная от рубля, тогда стоит выводить в эквиваленте. Ну, вот я в своей настройке делала, что у меня управленческий учет ведется тоже в рублях, так же, как и рекламентированный. Тогда я вывожу, соответственно, здесь другую группировку. И с какой датой я, допустим, планирую, обратите внимание, есть хорошенький флажок, скрывать нерабочие дни. То есть можно смотреть чисто календарным выражением с учетом субботы и воскресенья. Можно, естественно, чтобы вот этот вот календарик нам субботы и воскресенья не отражал, а отражал только рабочие дни. Иногда в рабочих днях удафы погашают длиннее. То есть на самом деле в рабочих днях обычно планируются сроки погашения кредитов и так далее. Ну, и вот вы видите, соответственно, я задала другие параметры. Я создала отметки, что мне надо видеть и договоры займов, и кредитов. И, соответственно, в этом случае у меня вот в нижней части окна становится абсолютно другой перечень, другая видимость. Ну, и я могу зайти, провалиться в каждый конкретный документ, если он у меня вызвал какие-то сомнения. Естественно, я могу его подкорректировать и, собственно говоря, работать как с обычным документом, который мне нужен в данный момент. Ну, и вот кому-то кажется не очень удобным. То есть суммы, соответственно, если это на оплату, то будут отражаться с минусом. Если это на поступление, то, соответственно, они будут отражаться с плюсом. К сожалению, у нас уже время достаточно быстро пролетело. Значит, заявки на расходование денежных средств и платеж на календарь – это основные, скажем так, рабочие места вот в этом блоке, в блоке казначейства. И здесь важно помнить о том, что у нас договора на кредиты, депозиты и займы – это отдельные договора, то есть это не договора контрагентов, это отдельная группа договоров. То есть если в меню продажи у нас с вами договора с клиентами указаны, вот видите, меню закупки договора с поставщиками, то меню казначейства – это у нас финансовые инструменты и договора кредитов и депозитов. У нас есть некоторые дополнительные сервисы, которые есть, но так же, как в любом из вот этих блоков дополнительных, у нас есть отдельные сервисные, так сказать, функции. То есть здесь точно так же можно использовать такие функции. Единственное, что сверки взаиморасчетов, у нас есть сверки, которые мы можем проводить вот в обычном рисоме, то есть сверки взаиморасчетов по договорам кредитов и депозитов. Они отличаются от сверки, которые мы делаем, например, при работе с разделом продажи, при работе с разделом закупки. То есть они у нас немножко будут отличаться. Но, собственно говоря, принцип работы один и тот же. На что нужно обратить внимание? То есть у нас есть отчеты по казначейству. Отчетов у нас достаточно много, как я уже говорила. То есть у нас есть блок отчетов по контролю и планированию. Есть сервис по банку. Вот это очень интересный сервис, обратите на него внимание. Называется сверка банковских выписок. То есть получить его можно и через меню казначейства, отчеты по казначейству, а можно и через безналичные расчеты. То есть мы попадаем с вами в рабочее место по работе с выписками. И вот здесь у нас с вами есть возможность вызвать этот отчет. Это сверка выписок. Отчет на самом деле для бухгалтеров, для финансовых работников очень удобный, потому что он позволяет сравнить то, что вы уже ввели в систему, и то, что на самом деле поступило от банка. То есть в этом случае программа анализирует загруженную выписку и выдает вам сведения. То есть вот он сведения выдал о том, что есть в ваших... Ну, то есть по вашим проводкам, по вашим операционным данным, то, что есть в программе, и вот то, что было загружено из программы. То есть если вы что-то, например, пропустили или что-то не довели, то здесь вы сразу увидите, что по вашей выписке, например, у вас вот такие данные, а по выписке из банка загружены совсем другие. То есть это на самом деле очень удобно именно для оперативной работы. В разделе казначейства это у нас с вами живет в перечне отчетов и вот банк сверка банковских выписок. То же самое у нас касается подотчетников, то есть ведомость по денежным средствам, по подотчетным лицам. И так же, как и в любом другом разделе из вот этого меню, у нас есть возможность перейти в раздел «Все отчеты». В этом случае, если вдруг вы забыли, в каком из разделов находится нужный вам отчет, вы можете просмотреть это все самостоятельно и найти то, что вам необходимо. Допустим, это у нас касается и казначейства, то есть автоматом у меня высвечивается раздел, из которого я зашла во все отчеты. То есть вот что у меня здесь есть. Ну и, соответственно, вот мы с вами увидели тот же отчет, тот же выписку, которую я вам только что показала как бы с других позиций. Снова мы выходим под раздел «Казначейство». И мне хотелось снова перейти на слайды, показать вам. Так, слайды. Открываем. Показать вам немножечко, так сказать, информацию о том, какие отчеты и как могут выглядеть для управленцев, для работников, которые именно управленческий учет их интересует. Ну, может быть, это экономисты, может быть, это какие-то финансовые службы. То есть, например, вот получить отчетность в таком виде, не надо прилагать особых условий, то есть это обычные стандартные отчеты, которые только настраиваются нужным образом. То есть, как видите, и графическое изображение есть, и, допустим, увеличение или уменьшение задолженности, ну, то есть на любой вкус и цвет. И по валютному контролю, как я уже говорила, есть полностью вся информация, которая требуется для валютного контроля. То есть, мы прямо из программы 1С это можем уже настроить. На этом, к сожалению, наше время заканчивается, поэтому мы снова с вами вернемся к началу, к нашим начальным сведениям, к титульному листу. И мне хочется еще раз напомнить вам сведения о наших контактах, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-каналы и наш сайт. Вела сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Галина, а мы будем рады дальнейшему сотрудничеству, будем рады оказаться вам полезными во внедрении, при настройках, при любых работах с программами семейства 1С, так что милости просим к сотрудничеству, будем рады быть вам полезными. На этом разрешите закончить нашу встречу. Всего доброго, хорошего вам дня.